МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, давайте посмотрим, а какие же перспективы все-таки развития нашего региона? Потому что есть какие-то логистические схемы, которые прокладываются сейчас из Ирана через Армению, коридор север-юг и так далее. Есть и другие логистические схемы, которые Турция и Запад, проталкивают это Запад-Восток, где с Запада на Восток пойдут идеология и обмывание мозгов людей, а с Востока пойдут энергоресурсы. И вот этот перекресток попадает как раз в Сюник, наш Сюник, Карабах. И вот именно на юге Армении создалась такая тревожная ситуация, когда одни хотят, значит, турки и азербайджанцы требуют какой-то коридор себе зачем-то, который нигде не прописан, ни в каком документе. А, значит, Иран, я думаю, даже Китай, Индия заинтересованы вот в развитии вот этой логистики, которая пойдет в Россию и Европу. Вот как мы видим вот развитие вот этого перекрестка, этих антитенденций? Ну вот есть такие страны, по отношению к которым звучит такая формула, значит, нефтяное проклятие, да? Есть еще одно проклятие, это транспортное, транзитное проклятие. То есть некоторые страны, которые вдруг оказываются в центре каких-то коммуникаций реальных или потенциальных, и которые оборачиваются по отношению к этим странам негативным и позитивным. То есть Армения, через которую происходят вот эти потенциальные магистрали, да, желаемые, ну, например, между Азербайджаном и Турцией, да, между Россией и Ираном, выход Грузии, например, тоже самое в сторону Ирана, условно. Вот, то есть Армения занимает такое транзитное положение, вот, и в случае, если бы действовала формула 3 плюс 3, то есть проблема взаимодействия государства-региона решалась бы внутри региона, и шел бы какой-то позитивный процесс с экономическим сотрудничеством, то Армения стала бы бенефициаром. В том плане, что поскольку торговые пути магистрали проходят через нее, все были бы заинтересованы там как-то, значит, в том, что Армения предоставляет эту услугу, да, ну и транспортные магистрали как-то там продвигались. Вот, ну, поскольку вот эти взаимоотношения в регионе происходили по негативному сценарию, это означает, что, например, Турция и Азербайджан начали военную экспансию, в том числе, исходя из соображений вот этих, как контроля за транзитным коридором. Вот, то есть не в режиме доброй воли договориться с Арменией, чтобы там транспортную магистраль пройти, а проложить, а наоборот, заставить Армению, значит, пойти на уступки и любой ценой, да, в том числе человеческих жертв, вот эту коммуникацию обеспечить. Одновременно преследуется, например, такая тоже негативная цель помешать, например, значит, транспортной магистрали и такому прямому сообщению между Россией и Ираном, да. Ну да, эти посты, эти грузовики, которые останавливаются, и от них требуется какая-то мзда. Поэтому очень сложная ситуация, но вот тут важно понимать два тезиса. Вот я выскажу первое, что вот эту ситуацию желательно для Армении развернуть из негатива в позитив. То есть, грубо говоря, стать бенефициаром вот этой транзитности, удерживая пути и даже ставя свои условия или заключая договоры, да, например, с Ираном, с той же Россией обеспечить транзит и как-то, значит, извлекать пользу из желания Азербайджана и Турции тоже установить прямые связи. Но Армения же не в состоянии это сделать, как страна. Возникает вопрос, в какой конфигурации можно двигаться в этом направлении, только в связке с Россией. Но сейчас получается еще связка с Ираном, да. Это вот как бы сама ситуация подталкивает эти страны к жесткому сотрудничеству. И вполне возможно постепенно навязать свою схему транспортную. То есть, грубо говоря, усилить и обеспечить и усилить север-юг, это транспортный коридор, да, и в каком-то смысле не дать нагнуть Армению, вот в горизонтальном плане, условно говоря, навязав ей азербайджанско-турецкую коммуникацию, да, которую они должны контролировать вообще без участия Армении, например. Вот, поэтому есть некая идеальная схема, которую в частности Россия предлагала, да, это комплекс транспортных всяких коммуникаций, в том числе железная дорога через Азербайджан, Армению и так далее. Ну, это некая идеальная схема, которая, как мне кажется... Ну, это сейчас разве не утопия? Ну, вот я говорю, да, потому что пока ничего не понятно с Карабахом, с республикой Арцах, что это будет? То есть даже у российских миротворцев, которым по ноябрьским договоренностям 20-го года осталось 4 года там оставаться, да, даже до сих пор нет мандата, как такового. Поэтому, а что будет через 4 года? А как будет развиваться там ситуация? А что будет с теми территориями, которые были в Нагорно-Карабахской автономной области и сейчас оккупированы? Да, это Агадрют, это Шуши, это некоторые из всего других районов, НКО, НКО это субъект Советского Союза, конституционный субъект, он написан был в Конституции Советского Союза. Вот, что будет с этим, с этой республикой? То есть пока у нас нет ответов на это, я думаю, утопия говорить о каком-то вот таком глобальном коммуникационном рае. Ну конечно, это можно как некую идеальную картинку, как знамя куда-то повесить, чтобы она висела, как ориентир, да? А заниматься конкретными вещами, да, вот с точки зрения этих самых транспортных магистралей и главное выработать позицию Армении по этому поводу, да, и участие вот в реализации этой позиции России и Ирана. Вот, ну это понятно, это чревато в каком-то смысле реальными конфликтами, продолжением этих реальных конфликтов, да, с Азербайджаном и Турцией, но в любом случае это понятная позиция и для любой сделки в будущем, да, политической между, там, своими конкурентами, эта позиция все равно нужна. Иначе сделки не будет, а будет все время попытка силой, там, да, продвинуть свое. А как вы видите вот развитие именно в Арцахе? Все-таки никак не понятно, что будет в танках, в какую ситуацию мы попадем через год, через два? Ну, тут с разных позиций можно посмотреть. с позиции, например, решения судьбы Арцаха с точки зрения самих жителей Арцаха. Это одна ситуация. Второе, как на это смотрит Россия, что там планирует, да, и как видит будущее. Третья позиция – это армянское руководство в отношении этого села. Значит, что касается позиции населения Арцаха, ну, как бы, здесь показательно может быть только результат референдума на самом деле, да. То есть можно сколько угодно говорить, что жители Арцаха или большинство заинтересованы в независимости. Сейчас вот очень много разговоров по поводу того, что они хотят вернуться в советский вариант, но имеется в виду в рамках какой-то, значит, по аналогии, может быть, с Крымом, да, вы, состав России, эти настроения причем нарастают. Да. Вот кто-то лелеет надежду, что все-таки позиция армянского руководства изменится и возникнет некая там… Ну, тут с этим руководством я боюсь, что ничего… Понятно, ну, можно говорить о будущем каком-то руководстве, да, что пока не будет единой позиции Арцаха и армянского руководства, тоже, значит, будет тупик. Вот, с точки зрения России, понятно, вот, как бы, главная такая рамка, цивилизационная рамка, она заключается в том, что Россия будет находиться в Арцахе столько-столько нужно населению Арцаха. Вот, это очень важно. Потому что цивилизационная позиция России, независимо того, какие лоббисты там в коридорах Кремля ходят, да, что на ухо Путину шепчут там или, значит, министру обороны. Какие статьи выпускают в эфир? Да, это в любом случае мы видим опыт, да, и в Приднестровье это было, и вот сейчас там Донбассе там отчасти, значит, и в Абхазии, в Южной Осетии. То есть главная мотивация, как у каких-то активностей России, это нельзя допустить грязни населения, да, нельзя допустить геноцида. И поскольку, ну, в принципе, в традиции России там нет никаких эксплуатационистских планов, да, понятно, что есть интерес сохранить свое влияние в регионе, но это и в данном случае можно рассматривать как нахождение в Арцахе как некий инструмент, но обеспечение своего влияния. Но нужно понимать, что инструментов, институты могут быть разные, в зависимости от ситуации, да, а то, что для России императив, да, не допустить там геноцида, поэтому они будут стоять там, ну, не знаю, весь 21 век могут там стоять, да, если ситуация тупиковая. Это как раз связано с совершенно другими целями, вот этими цивилизационными, да, не допустить геноцида. И тут выхода нет, по большому счету. Почему? Потому что Азербайджин остается при своем, вот, он получает поддержку самых разных западных структур, очень много демагогий по этому поводу. Эта демагогия доходит руководство Армении, руководство Армении сегодня, как мне кажется, нет целостной и внятной позиции в отношении Арцаха, да. Абсолютно никакой позиции. Вот некоторые, наоборот, говорят о том, что как бы с этого воза, с армянского, вообще эту проблему убрать, от нее освободиться. Есть такие предательские настроения. Вот, есть такие настроения. Поэтому вот пока, с одной стороны, с точки зрения статуса Арцаха, который бы был на пользу гражданам Арцаха, здесь тупик. Это первое. Второе. Россия все равно будет там находиться, обеспечивать. Вот это очень важное заявление. То есть, несмотря ни на что, вот вы сказали даже весь 21 век, несмотря ни на что, будут требовать вывода миротворца, не будут требовать, там, будет на это, так сказать, какая-то реакция негативная, не будет. Все равно Россия останется настолько, насколько это будет нужно населению Арцаха. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. Но единственное условие или, скажем, факт, который может помешать этому, это какой-то новый государственный переворот в России, в результате которого к власти в России приходят откровительные предатели, прозападные марионетки, которые начнут сбрасывать вот эти обременения из себя, да, и скажем так, все, Донбасс уходит к Украине, Крым отдаем, Израилю там или еще кому-нибудь, да, или той же самой Украине. Ну вот, 91-е, 17-е. Абхазия, Осетия отдаем на расторжение, значит, Грузии, грузинским националистам, Приднестровия, Молдавским, Румынским. Ну и тогда да. А потом в России самой начинаешь какие-то движения, означает, что для самой России конец сразу. Да, конечно, да. Поэтому будем надеяться, что такого переворота в России не произойдет, а все-таки мы увидим как раз постепенное оздоровление, да, политического курса. Вы имеете в виду и выборы, наверное, последние, да? Нет, выборы я как раз не имею в виду, это имитационный процесс, там ничего здорового нет абсолютно, что касается федеральных выборов России. Я имею в виду курс высшего руководства в том плане, что начиная с 2011 года, когда Путин заявил о том, что это идеология патриотизма, и постепенный драйв в этом направлении. Вот сейчас, например, может быть не очень, ну, в каком-то смысле неуклюже некоторые действия производятся, да, скажем, откровенно такие прозападные структуры называются иноагентами, им присваиваются статусы иноагентов. Начинается, значит, переоценка деятельности некоторых высших учебных заведений, в которых окопались разные там западные НКО, сидящие на западных средствах и, соответственно, уничтожающих российскую традиционную систему образования. За российский же бюджет? Конечно, да. За счет российского бюджета? Заводятся какие-то уголовные дела на откровенных там мошенников. Ну, то есть вот такое оздоровление. А вот оздоровление в плане того, что союзное государство России и Беларусь как будто начинает все-таки действовать, Вот хороший вопрос, хороший вопрос. Вот это оздоровление, но касается активизации, в том числе на постсоветском пространстве, определенной активизации, об этом говорят и форумы вот эти, и в том числе попытка найти новый формат в самом таком продвинутом интеграционном варианте, да, вот это союзное государство Беларуси и России. Понятно, что давно идет разговор о какой-то более тесной интеграции, и это все не так просто, потому что одно дело экономическая интеграция, другое дело политическое, уже, и поскольку нет же идеологии, очень сложно политическую интеграцию провести, да, когда у Лукашенко какая-то своя идеология такая, своеобразная, у российского руководства своя, вот, и очень сложно. И причем как-то не совсем оформленные, по-моему. Ну, конечно, да, поэтому этот процесс, он еще растянется, вот какой-то, смотрите, вот в России, да, две тенденции, одна тенденция говорит, вот зачем нам эти вот бывшие советские республики, они у нас на шее были, и сейчас опять, то есть то, что говорили в 90-х годах, 90-е, 91-е, да, вот зачем нам союз, зачем нам, и к чему это привело, вот это то же самое, как будто повторяется сейчас, вот, это одна тенденция, которая вот наблюдается, ну, идеологическая, политическая, и вторая тенденция, что да, вот как вы говорите, у нас есть евразийская общность, евразийская цивилизация, Россия в некотором смысле и как правоприемник Советского Союза и ответственна в некотором смысле за, даже не за те независимые страны, которые сейчас, ну, допустим, Армения, вот, а вот за те страны, которые не получили международного признания, их независимость, да, но они были автономными республиками, автономными областями в составе Советского Союза, то есть они были конституционные субъекты Советского Союза, и вот сейчас они оказались вот такой ситуации не по своей вине, потому что Советский Союз развалился незаконно, как мы знаем, и вот, вот эти две тенденции в российской политической мысли, идеологической мысли, их борьба, как вы думаете, к чему приведет, какая, так сказать, одержит победу? Ну, смотрите, нужно в идеологическом ключе разобраться, да, кто вообще выступает против интеграции, значит, и продвигает вот такие идеи, что зачем, например, России держать на хлебников, там, в виде Белоруссии, вообще Евразийского экономического союза и так далее. Это с самого начала 90-х годов две категории, как бы, людей, политических сил про это говорили. Это либералы, с одной стороны, либералы-западники, да, которые реализуют некую глобалистскую функцию, связанную с тем, что Россия не должна укрепляться, вообще никакой интеграции не должно быть, все это называли имперскими амбициями России, очень важно, понятно, разделять и властвовать, то есть вообще разуклубить, то есть продолжить линию на развал СССР развалом на Россию, да, чтобы можно было этим самоуправлять и вообще получить доступ к этим ресурсам, да, которые на этой огромной территории есть. И вторая категория-то националисты, то есть везде идет спайка либералов, вот этих западников и националистов, потому что националистов, они с других позиций говорят, слушайте, мы будем только русский народ развивать, да, нам все остальные не нужны, это все нахлебники, вот Сталин, значит, там русский народ уничтожал, да, в пользу там других республик, и везде вот эта связка либералов, западников и нацистов, она работает везде, и на Украине, и в Армении, и так далее, то есть на Украине либералы начинают антиолигархическую революцию светлую якобы, но мгновенно подхватывают нацисты, да, бандеровцы, которые силой это все реализуют, вот они, значит, и те, и другие поддерживаются глобалистскими силами, понятно, потому что они носят разрушительный характер и являются движущей силой любой светлой революции в форме государственного переворота, в любой стране арабской, там, азиатской и так далее. То же самое мы в Армении видим, потому что сторонники Сороса, с одной стороны, говорят, нам интеграция не нужна, с другой стороны, радикальные националисты, которые говорят на сами с усами. Ультра-националисты, которые вот пытаются, да, что-то разыграть какой-то карту. В интеграции заинтересованы, во-первых, реальные патриоты, да, естественно, здравомыслящие, то есть люди, понимающие практическую сторону этой самой интеграции, что дает экономическое сотрудничество, как выставить реальные здоровые отношения, да, речь не идет о восстановлении Российской империи. Да, мы же с вами вот уже, там, почти 10 лет говорим все время об общности цивилизационной, а не то, что там Россия империя, которая хочет навязать. И вот эта точка зрения, она начинает постепенно доминировать в России, потому что понятно, что было очень много в элитах таких имперских настроений. То есть, с одной стороны, либералы типа Чубайса, которые говорят, мы сейчас либеральную империю построим. Что он имел в виду? Через энергоносители, мы сейчас навяжем свою волю, везде будут демократические режимы, такие же, как в России, да, демократические, в кавычках. Вот, этот номер, как бы он не прошел. Значит, соответственно, националисты, которые там тоже продвигают имперские интересы, ну, они становятся все менее популярны, несмотря на то, что на Западе эти проекты активно поддерживаются. Даже финансирование идет, сейчас я как бы про это не буду говорить, всяких российских группировок, тип монархических и так далее, да, вот, продвигающих эту имперскую линию. Но, что касается руководства, лично президента Российской Федерации, он еще в 2011 году в одной из своих предвыборных статей написал, что Россия не просто страна, Россия страна цивилизации, тем самым противопоставив цивилизационный подход имперскому подходу. И сегодня, например, вот эта проблематика цивилизационного развития, она стала мейнстримом в российских гуманитарных науках, например, да. Это вот противовес всяким таким вот архаическим имперским идеям и прочим. А цивилизационный подход предполагает как раз равноправное сотрудничество между участниками вот этой вот единого цивилизационного пространства. И усиление суверенитета каждого из них за счет интеграции. Ключевая формула, да, на чем держится вот это цивилизационное единство, это единство многообразия. То есть, грубо говоря, все осознают общность судьбы, да, в рамках вот этой географии большой. Но при этом каждый участник, он суверенен. То есть сам определяет свою позицию, значит, какие-то общие решения определяются методом консенсуса. Поэтому навязать волю любому из элементов этой цивилизационной конструкции невозможно. Эта воля уважается, да, вот этот самый суверенитет. Но это долго можно на эту тему говорить. Давайте скажем нашим читателям и слушателям о том, что День России в этом году мы с вами в Крыму, что очень важно, создали Международную Ассоциацию Евразийской Цивилизации. И именно мы поставили задачу себе найти вот ту идеологию, которая бы отражала вот это единство многообразий, да, найти формулу усиления суверенитета каждого из составляющих вот этой цивилизации за счет интеграции и создания мощного макро- и экономического, и политического образования, которое могло бы восстановить те позиции, которые были, к примеру, у Советского Союза. Не зря президент Путин заметил, что если бы Советский Союз остался, сегодня бы у нас вместе было бы 500 миллионов. А так у нас, к сожалению, далеко не такая радужная ситуация. К тому же, те, кто говорят о, так сказать, нахлебниках и всем прочем, надо напомнить, что Советский Союз имел 17,5% мирового ВВП, а сегодня Россия имеет там 3 с небольшим хвостиком, да, вот, ну а другие страны, я не думаю, что они там. Сейчас полтора процента. Даже так, даже так. Вот видите, то есть, а другие страны, которые входили раньше в Советский Союз, тоже не могут туда добавить реального какого-то процента. То есть, мы скатились с 17, когда мы были вместе, одна экономика, интегрированная экономика, скатились, да, вот, фактически, да, ну, скажем, 2, к примеру, к примеру, 2 процента, да. Авансы, надеюсь. Там уже настолько уже мелкие цифры, что даже не стоит уточнять. То есть, вот эти люди, которые говорят, вот зачем нам вот эти республики и так далее, или же те люди, которые в республиках говорят, зачем нам Россия, вот, они должны ответить вопрос, на вопрос, а вот мы потеряли столько экономического потенциала, мы потеряли место наше экономическое в мире и, ну уж не говоря о воинах и других несчастьях, которые переживает наш народ. Поэтому вот, пожалуйста, вот давайте поговорим о вот этой нашей ассоциации и о том, какие идеологические сегодня и практические действия вот мы предлагаем. Ну, может быть, речь идет не о поиске, можно сказать о том, что, в принципе, вот эта идеология более-менее найдена, да, цивилизационная, а речь не о развитии, да, о развитии, то есть, что это означает на практике. Самое главное, что это действует на уровне народной дипломатии на сегодняшний день, да, мы не можем взять на себя там ответственность за государство, да, то есть, различные участники этой ассоциации, вот, это означает, что мы больше работаем в таком информационно-ментальном поле, то есть продвигаем эту собственную идею, рассказываем, в чем заключается это цивилизационное единство, да, или общность интересов, и, конечно, ключевое направление – это влияние на элиты. То есть дело в том, что во всех постсоветских странах элита, она, как бы, корнями из 90-х годов, то есть это вот эта либеральная националистическая продажная элита, которая повелась на западные деньги, повелась на популизм, да, захватила власть, приватизировала государство. Популизм на первом месте. Да, поэтому почти во всех странах постсоветских мы имеем режимы, те самые олигархические, которые приватизировали государственную власть. И в этом смысле основной мотивацией вот этих олигархических группировок заключается в том, чтобы реализовывать свои корпоративные интересы, да, а не интересы страны. И получается, что у нас государства потеряны, то есть нет полной такой подлинной государственности ни в одной из постсоветских стран, по большому счету. Которая бы занималась развитием своей страны, народа, благосостояния, сохранения цивилизационных ценностей. Когда мы начинаем смотреть, есть ли программы действий, программ действий нет, либо это декларации какие-то, направлены интересы как раз усиления вот этих самых корпораций, сохранение приумножения собственности, в основном приватизированной, украденной, да, у той же самой страны своей, вот. Ну и все, что с этим связано, да, с сохранением криминального характера экономики, в том числе ориентации на Запад. Почему? Потому что они получают поддержку в виде кредитов для самих себя, вот для этой самой верхушки, да, или каких-то проектов. А отдавать народу надо. Опять же, конечно. А убытки покрываются за счет населения, за счет государства. Вот это ситуация. Поэтому задача вот там нашей ассоциации вести просветительскую работу в массах, с одной стороны, да, в средствах массовой информации, показывать, что такое цивилизационный путь, да, что он означает на практике. С другой стороны, пытаться влиять на элиты, то есть нашими какими-то обращениями, вот такими выступлениями, да, ориентируясь на здоровую часть этой самой элиты. Потому что появляются люди по разным причинам, которые говорят, слушайте, насколько можно вообще уничтожать собственное государство. Надо что-то делать в этом направлении, давайте разворачиваться в сторону реального патриотизма, цивилизационного подхода, традиционных ценностей и так далее. Вот. Такие тренды есть. В России, например, там, как бы это отчетливо, все более отчетливо проявляется. И поэтому, да, вот такие вот инициативы, как бы снизу, в режиме общественной народной дипломатии, они обеспечивают некоторую связку народа как субъектности, да, и вот этой, как бы, новой, нового элемента внутри элиты, которые все-таки заинтересованы в сохранении государства, да, в сохранении укреплений государства. Вот. Поэтому, ну, это главная, главная функция. Ну, по мере возможности мы занимаемся этим и будем заниматься. Спасибо, Владимир Анатольевич. Как всегда, с вами очень интересно беседовать, и мы могли бы еще беседовать, я думаю, часа два, три, но оставим кое-что на следующий раз. Большое спасибо вам, нашим телезрителям. Мы желаем, не падая с духом, мы создаем вот эту евразийскую цивилизационную идею, не создаем, она создана, мы ее пытаемся действительно развивать, пытаемся ее доводить до элит, до народа, до нашего, значит, народа для того, чтобы люди видели свет в конце туннеля. Я думаю, что мы этот свет и покажем, и докажем, и, дай Бог, в скором времени реализуем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...